Я родила ребенка. 56 лет вы живете с этой мыслью, что это не ваша дочь? Подождите, Татьяна Кирилловна, если бы у вас в семье все было хорошо, вряд ли вы пришли бы к нам на программу просить тест ДНК. Когда она еще училась в школе, я случайно увидела ее дневник, где она очень неприличные вещи писала про меня. Дело в том, что я полноценный человек. У меня брат, две сестры, и у них дети полноценные. Нет вот такой патологии, как у моей дочери. А какая у нее патология? У нее со зрением, у нее ДЦП, у нее нарушение психического плана. Вы только что сказали, что у вас были нормальные отношения до тех пор, пока муж не появился у нее. Поскольку они оба инвалиды, я его взяла к себе, разрешила ему жить у нас. Когда она родила Лизу, я все время им помогала материально. Мы приезжали вот с мужем, привозили им продукты, давали деньги. Вы сейчас-то с Ольгой часто видитесь, с дочерью? Нет, не часто. Хотя мы живем в одном городе, я перевезла их. Их мужа сейчас в данный момент нет. Он в прошлом году умер в январе месяце. Да вы что? Да. У него была онкология. И она вот мне, когда меня проклинала, кричала мне все время, чтобы ты сдохла от рака. У ребенка, у Сашеньки, отец ушел, ему было полгода. У меня на руках остался шестимесячный ребенок и неработающая внучка, которую я вырастила и для которой я была опекуном. Уходя, он сказал, Лиза, у тебя такие родители, я с тобой жить не хочу. А внучка-то съехала от вас? Вы живете вместе с Сашенькой? Она уже не живет два с половиной года, она вообще дома не живет. А ребенка вам оставила? Да, ребенка она оставила. А вам дочка-внучка помогает как-то? Нет, абсолютно. Для нее ребенок, он является просто, знаете, как кукла. Вот она, если приезжает на день, на два, на ночку, она вот его посадит, ну, на колени, может быть, редко рядом посадит, дает ему свой сотовый, где у нее там игрушки, может быть, мультики. Вот он посидит с ней, ну, 10, там, 15 минут, 6 лет. У мальчика инвалидность. Оль, скажите, пожалуйста, а вы обижены на свою маму? За ее агрессивность, да. Решила с этим проклятым тестом меня вообще опозорить на всю страну. Ты вообще в мраму, что ли, стала впадать? Я вот понять не могу, зачем ты так делаешь? Так тесты делают не с тобой, а с мамой твоей. А если мама, если мама мне никто, как она говорит, скажи, где моя мать, так ты тогда мне кто? Бабушка изначально мне сказала, едь в Екатеринбург, устраивайся на работу. Ты сама захотела это? Не перебивай. Сказала, ты будь с моим ребенком какое-то время. Я тебе его оставила не навсегда. Как часто вы навещаете сына своего? Ну, не раз в месяц, но почаще немножко. Лиз, она тебя еще воспитала в свое время. Откуда столько злобы, ненависти-то к бабушке? Потому что она мне ребенка не отдает. Я последний раз... Куда отдает-то? Вот в этот срач, который мы видели? Ты хоть раз просила тебе его отдать? Да, я просила много раз ребенка отдать. Она говорила, в чем ребенок сейчас есть, вот в том его и поведешь. Ну, так а что ты не брала и не вела? В одних трусах, в одной майке? Ну, так ты же мама, пойди по дороге, зайди в магазин, купи ему одежду. А почему муж-то ушел? Муж-то почему ушел? Так, не ушел он от меня. Мы просто... Он устал за 17 лет. Вот это вампирство, вот это вот отношение. Сколько может человек чужой им выдерживать вот это? Я сама дала ему свободу. Я ему сказала, давай лучше мы разъедемся, чтобы ты жил спокойно. Но он ведь не женился до сих пор. Вот у меня результат экспертизы, которую вы так хотели. У меня только один вопрос. Если вдруг окажется, что действительно это не ваша дочь, следовательно, не ваша внучка, следовательно, не ваш правнук. С Сашей-то что будет? От Саши я не отрекаюсь, я всегда его буду любить и воспитывать. И лечить. Вы родственники, вы дочь, вы мать, вы внучка, а он правнук. За что всю жизнь я несу проклятие от нее? Вот за что? Вот скажите, люди добрые, за что проклинается мать? Вы просто никого не любите. Вы всеми командуете. Не вам судить. Не вам судить. Вы всех затюкали. Вы не имеете права меня судить. Вы пытаетесь сейчас построить меня. Три поколения инвалидов. Вот эта женщина, как бы вы к ней не относились, она всю свою жизнь тащит. И винить ее за это, ну поверьте мне, ну мне кажется, это смешно просто. Спасибо. Спасибо.